Привет, дорогие друзья! И вот она состоялась. Состоялась пресс-конференция Петра Алексеевича Порошенко. Дело в том, что много журналистов троллили его, ну имею ввиду настоящих журналистов, касательно того, что может быть все-таки провести пресс-конференцию. Петр Алексеевич, может быть провести пресс-конференцию? Посмотрите, даже Сатрап вон, Запоребриковый, конференции проводит, объявляет о них, много людей туда регистрируется, вопросы ему задают, много часов это идет. Боже-боже, украинские СМИ потом это обсмеивают, но наш-то почему-то не проводит пресс-конференцию. Даже тот проводит, а наш не проводит, а наш-то ведь демократический. В общем, он решил ее провести. И смотрите, что они сделали. Они разместили информацию о том, что будет пресс-конференция 15 декабря. Пресс-конференция 16 декабря, а информация появилась на сайте президента Украины 15 декабря в половину восьмого вечера. Я напомню, это с субботы на воскресенье. То есть с субботы на воскресенье администрация президента сообщила, что все желающие могут аккредитоваться. Где? Неизвестно. Аккредитация проводится до 13.00 16 декабря. А где? Ну, ищите рифму, как говорится. Те, кто знают, что Петр Алексеевич готов на любой прикол, лишь бы ему не задавали вопросов, они поняли, что надо перелопачивать весь сайт. И надо перейти в пресс-центр, анонсы, и там найти вот это вот. Вот. И здесь, неизвестно, когда размещено оно было, и некоторые подозревают, что оно было вообще в ночь размещено, сообщалось, что для аккредитации надо выслать вот эти вот все вещи на почту администрации президента. Ну, то есть, вы понимаете, времени остается очень много, да, в 8 вечера, в субботы сообщают, что в воскресенье пройдет пресс-конференция. И надо вот выслать вот эти данные, но фишка в том, что вам не придет ответа. Вот, то есть, вы не поймете, как аккредитовали, не аккредитовали. Приходи, проверяй. И многие пришли, и многим сказали, пока, пока. Отправились, конечно же, и мы туда. Тут еще один нюанс. Почему он проводит ее обязательно после каких-то знаковых событий? Ну, потому что вот после Томаса можно час-полтора из двух часов, потому что два часа отводится месяцевой болтовней вступительной, можно из двух часов час-полтора посвятить Томасу. Все, все довольны. Для аккредитации ничего здесь нету, к сожалению. Никаких столов, никаких представителей пресс-службы, никаких каких-нибудь намеков на то, что здесь должна быть аккредитация, вообще даже такого нет. Вот здесь должна в четыре часа уже состояться пресс-конференция. Каким образом они будут аккредитовать, хотя на сайте президента указано, что до 16.00 должна быть аккредитация. Вот такой парадокс. Делается это так, рассаживаются свои, рассаживают свои попки и задают ему вопросы там, Петр Алексеевич, наши заложники вот в Крыму, что мы делаем для того, чтобы их освободить? Ну, то есть такие вопросы, чтобы он мог долго про страны рассказывать ни о чем. Это его старая система. Сейчас они ужесточили систему, потому что, ну, это на самом деле жесть, когда пресс-конференции, по сути, итоговые, сообщаются, по сути, в ночь с субботы на воскресенье. Класс! Тем временем, пока свои журналисты готовятся к встрече с Порошенко, а Порошенко готовится к встрече со своими, этими самыми журналистами. Ну и, разумеется, что нашего журналиста в списках не оказалось. Он отправил документы, но вот такая беда. В списках не оказалось, но... Незалежная медиапроспілка Украины, НМПУ. Ну, что нужно. Доброго дня. Я сегодня кредитировался и отправил. У меня все, как бы, отправленные документы. Журбенко. Извини, друг. Тебя не оказалось. Отойди теперь отсюда. Работает служба охраны. Но пресс-конференция, конечно же, состоялась. И я ее вам, конечно же, сейчас освещу. Чтобы вы два часа этого дерьма не смотрели. И я вам покажу выжимку. Будут два часа работать. При этом, вступительное слово его, где он перечислял все свои заслуги, затянулось, конечно же. И это тоже входит в два часа. То есть, по факту, там, ну, полтора часа, да? Полтора часа может быть. Вот он отработан. Ну, потому что устает человек. Вы тоже поймите. Давайте, начинаем. Давайте, начнем с вопросов, которые относятся вчерашнего, безумно, важного события. О, видите, как. Чи есть вопросы, которые относятся, власне, вчерашнего собора? Вот, интересная название. Давайте. Томас, 2018. Прошу. Томас, 2018. Но журналист, который встает, не представляется, не называет свое издание. А знаете, почему? Потому что он не журналист. И у него нет издания. Доброго дня. Первый. Добрый, Алексеевич. Хочу вас, по-перше, привітати с успешным приведением собора вчера. Наша инициатива уже, как півроку, підтримувала вашу инициативу. И когда он уже высказал всю свою осану спел, короче, Порошенко, мы разглядели в нем Семена Кабакаева. Семен Кабакаев – это известный парохобот. Парохобот, который регулярно протирает штаны на канале самого, конечно же, Порошенко. Это абсолютно ни для кого не секрет. Мне написали, как только он встал, мне написали люди, что администрация президента прислала своего человека для того, чтобы он задал вопрос Порошенко. Я сказал, ну вот, ну а что? Ну а что, почему нет? Я уже после вот этого вставания, я думал, что они, ну, всех своих рассадили. Вообще сейчас там встанет, там Гонопольский встанет. Вот там вот Кисельев поднимется. По установленню поместной церкви. И вчера мы были безпосереднь на Софиевской площади самого ранку. И мы дуже радили, дійсно, что мы теперь маем свою незалежную поместную церкву. Хороший вопрос, правда? Мы радовались, мы там были, все такое. Говорит, у меня, говорит, много личных контактов появилось со священником. Хороший вопрос. На конференции, которая длится полтора часа, по сути. Знаете, у меня особистое за последние пів року з'явилось дуже багато контактів в церковних колах. И мы мало смогу вчера спілкуватися с багатья, с богатими священниками. Это самое, наверное, паскудное, когда тебя, если ты парахобот и лижешь задницу своему шефу, прерывает его пресс-секретарь. И даже уже ему показалось, что этого занадто. Ну, слишком много. Давайте вопрос. Знаете, какой вопрос? Обалдеете. Если бы вы не приехали, вроде, вчера, если бы вас не было на соборе, то они бы и не проголосовали. Хороший вопрос. Дуже швидко. И ходит такий слух, что, если бы вы вчера не прибыли на собор, то церковники бы не смогли договориться. Если бы вас не было, то церковники не проголосовали бы. Отличный вопрос. Ну, кто у нас следующий? Обозреватель. Вонючка-обозреватель, а руководит им Михаил Бродский. Михаил Бродский, который регулярно бывает в администрации президента. Опять совпадение. Прошу, я бачу обозреватель, здаясь. Знаете, больше никого не бачу, а вот обозреватель бачу. Доброго дня. Вітаю. Віталя 1000, обозреватель. Петр Олексійович, можете, будь ласка, пояснити, чому вы начали инициировать это вопрос на весне 2018-го, а не 2017-го, або 2016-го? Почему вы, типа, начали двигаться сейчас, а не в 2016-2017-го? А самое главное, знаете? Почему ваши предшественники этого не делали? А, Петр Олексійович, ну скажите. Почему сам не сейчас? И второе вопрос. Как вы считаете, почему ваши попередники, попередние президенты Украины, не хотели, або не могли инициировать это вопрос, а вы это смогли? Порошенко выдает фразу, которая меня повергла просто в шок. Говорит, я не обсуждаю предшественников. Что? Ну, по-перше, я никогда не обговорював попередники. Да. И смотрите, каждому ответу на каждый вот такой вот очень колючий вопрос, такой, знаете, жесткий, такой и решающий многое, он, конечно же, отводит достаточно времени. Он рассказывает долго все. Вы понимаете ли, чего у вас даются такого рода вопросы? Для того, чтобы он мог развернуто ответить. Это же, это предвыборное опять выступление. Давайте поднимемся, кто тут е. Ну, до международных, кто де давайте. Прошу, Би-Би-Си, Украина. Так, Би-Би-Си. Ну, Би-Би-Си могут порвать. Не могут, потому что Би-Би-Си, Украина. И Минская группа, вот в Минской группе мы общались, а там сказали, что не потому, что вы криворукие все, много бухает там Геращенко, которая туда катается, или еще что-нибудь. Не-не-не, они просто дело в том, что Путин не хочет никого освобождать, чтобы не делать пиар Порошенко. Вот. Би-Би-Си-Ньюз, Украина. Пане президенте, мы спілкувалися с украинской частью Минской группы. Они говорят, что россияне там, в этой группе, имеют негласную вказку на то, чтобы не достигать каких-то значительных договорностей, чтобы не было никакого прогресса. Могляв, будь-який прогресс будет расцениваться, как пиар Петра Порошенко. Ну вот. И вопрос, какой у вас план для того, чтобы проводить коммуникацию с Путиным? Может быть, там Медведчук, все. Ну, Порошенко вопрос о Медведчуке. Он, как бы, ну знаю такого человека, там слышал вроде, как будто бы Медведчук к нему регулярно не заезжает в АПшечку. Как в этой ситуации, какой у вас план, чтобы проводить коммуникацию с Путиным, умовно говоря, когда Путин не хочет разговаривать с Порошенком? И от этого зависит доля украинских полоненных на Донбассе, в России, теперь уже полоненных моряков. Какой у вас план, и есть в этом плане Медведчук в какой-то роли? Спасибо. А удобный вопрос. И ответ очень хороший. Они не освобождают, вы же же сами ответили. Они не освобождают, потому что, чтобы не делать пиар мне, сволочи. Так, коллеги, дивимся, кто у нас еще присутний. Прошу, бачу фокус. Фокус – это ни о чем. Ну, то есть, издание «Фокус», когда-то там где-то звучало, но я хочу, чтобы вы учли. В зале сидят при этом Михаил Ткаевич, который может задать резкий вопрос, да, от Радио Свобода. В зале сидят 112, насколько я знаю, Ньюс Ван и страна ЮА. Им так и не дадут вопроса. Им не дадут просто задать вопрос. Все. Добрый день. Юген Гардейчик, Фокус. Питание щодо генпрокурора Юрия Луценка. Нещодавно генпрокурор подав вам свою заяву про відставку, но вы ее не приняли. Какими аргументами вы керувалися при этом? Вот я бы мог на такие вопросы отвечать за Порошенко. Понимаете, столько, сколько сделал Луценко, бла-бла-бла-бла. Я не думаю, что политический шаг должен даряк. И чи взагалі задоволені результатами боротьби з корупцією в Україні, а генеральна прокуратура є суттєвою частиною цієї системи боротьби з корупцією. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Ну і відповідь, звісно, підполагає піар себе. Тому що вспомните, чим була прокуратура до 2014 року. Нічим. Давайте почнемо з генеральній прокуратури. Якою була роль місця генеральній прокуратури в 2014 році, коли я був обраний президентом країни? Саме інтересне, що першим неприятним вопросом запахло от дівшки, яка представляла регіональні СМІ. Мені дивічно, там багато регіональних СМІ приїхало, які задавали випроси, ну, ви услышите, да, які. А як вони змогли приїхати, я не можу понятку. Тобто в 8 вечера ти знаєш, що буде пресс-конференція. Ти там де-то в Луцкі. Тебе треба акредитуватися, приїхати і вже щось... Дайте мікрофон, будь ласка. Вітаю, пану. Перший західний. Перший західний. Ви який канал? Полтава. Ольга Юровська, телеканал ІРТ Полтава. Ми вам теж дамо слово просто. Полтавщина – це сільськогосподарський край. І моє запитання буде таким. Цьогоріч на програму підтримки фермерів було виділено 1 мільярд гривень. Ну вот, запахло ж жареним вопросом, а? Поддержка фермерів, мільярд гривень, землєроби там, це. Якщо АП думає, що ніхто не догадався за цей хитрий план привезти туди людей, які зададуть нейтральні питання, то вони не прави. Прошу, перший західний, ми оголосили його. Поверніть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Містері бюджети втрачають значну частку фінансування в сфере ремонту до ріки і будівництва. Дякую. Вопрос понятен. Порошенко придумав, що це його експеримент. На самом деле це був експеримент Яценюка. Так, це не странно. Ну і Порошенко украла його себе. Мол, на таможні, коли ізімають там что-то, там, средства і все таке, в общем, перенаправляють в містні бюджети. І вот за счет этого строяться дороги. І вот в следующем году... Ну, в принципі, вопрос нормальний, да? Хоча, з іншої сторони, він один раз в год шифрами виходить к пресі. Неужели нельзя було затюкати його на самом деле острими вопросами? По-моєму, запахло острим вопросом. Так, колега, прошу, бачу Зіг, прошу. Ось мікрофон. Зіг Татьяна Даниленко. Смотрите, перед пресс-конференцією вони з товаришами, деля дуже сурові лиця, позировали, фотографировались в футболках, хто заказав Катю Гондзюк. То есть, и сообщили о том, что есть парочка вопросов про Томас и не только, да? Ну, наверное, и не только будут ОГОГО. Слушаем. Вітаю вас, пане президенте. Що не стояло б за вашою церковною активністю? Щирий патріотизм, державницькі ідеї, чи бажання поляризувати електоральну базу и вивезти в другий тур проросійського кандидата. В будь-якому випадку, в успішному проведенні об'єднавчого собору є велика ваша заслуга. Я надену футболку, хто заказав Катю Гондзюк. Я строю из себя такую всю резкую журналистку и встаю, поднимаюсь, для того, чтобы начать рассказывать, какой Порошенко классный. На пресс-конференции, которая раз в год и длится полтора часа. В отриманні церковной незалежности також це не піддається сумніву. Собор відбувся попри... Дуже дякую, Таня. Вот он этими всеми вещами, знаете, как бы это такое, технология вот детского немножко уровня. Ну, когда ты называешь по имени уже раз, уже человек тебе вроде как не может острый вопрос задать. Ну, они и так не задавали бы тебе. Чего ты волнуешься? Собор відбувся попри відверті погрози и с боку Російської Федерації, с боку тех, кого в нас называют п'ятою колоною проросійськими силами всередині Украины. Это она что, передает новости или что? Несмотря на угрозы, состоялся собор. Петя, Петя, только благодаря тебе. Во что вы превратили журналистику, а? И мы бачили, что спецслужбы, правоохоронные органи проводили активные следственные действия у духовенства Московского Патриархата. И вы сами неодноразово говорили про то, что кто в погонах, кто в рясах. Да, а вы-то врать не будете. Ну, что это были за следственные действия? Я вам, в частности, показывал. Я вам показывал. Помните, который полетел в Москву? В Минск ему сказали, лети в Москву после этого. Потом сказали, мы тебе на телефон сообщим. Терористы, терористы. Все это пытались присовокупить к Павлу. Ну, она поверила. Вот, вот острый вопрос, на самом деле, задала Татьяна Даниленко. Это вопрос года Петру Алексеевичу Порошенко. Почему вы не задерживаете, вот не раскрываете? Это все кубло, шпионское кубло, понимаешь? И еще, Новинский. Новинский есть шпион, знатный. Почему по нему никаких действий не проводится? Петр Алексеевич. И с 2016 года Генеральная прокуратура не цикавливается с правой пана Новинского, который не приховывает своего интереса в церковной тематике. Почему так? Может быть, это потому, что шпионы засели. И в наших спецслужбах тоже Петр Алексеевич. Чи не потому, что у самих спецслужбах есть российская агентура. Петр Алексеевич треплет журналистку по щеке. Ну, когда тебя благодарит власть, и когда ты при этом журналист, то, я думаю, это высшая похвала, да? Особенно в таком государстве, у которого нет проблем. Это очень классно было. Вот за нашими действиями по созданию независимой церкви стоит именно то, что вы написали Русские. Молодец какая-то Татьяночка. Ну, слушай. Это желание создать... Порох? Не, про пороха я не читал, но... Або сделаю выгляд, чтобы читал. Там говорят, что дым не піде, потому что дым не пошел. Я там сказал, что это порох, потому что порох и дым не пошел. Что с вами случилось? Вы же раньше такие персовые выходили, я не знаю, надевали там тоже там футболки какие-то, я помню, там лица такие надевали перед Януковичем, там что-то, сотоварищи выходили. А этот лучше Януковича, да? Все, да, у вас вопрос решен. Главный вопрос, почему на Винского не садят? Видреагую на вашу футболку. А, да, Татьяна Даниленко, которая с коллегами перед этим фотографировалась с суровыми лицами в футболке, постеснялась почему-то задать прямой вопрос. Порошенко сам заметил футболку с Катей Гадзюк. Но, тут тоже еще такое, вы не можете на меня накатываться, потому что она меня поддерживала. Я противставлять ее и, например, Порошенко, я не могу никаких подстав, потому что она не одноразово заявляла, что она меня поддерживает. Так, следующий дают Соня Кошкина. Соня Кошкина, я все ждал, когда она скажет, так в кулуарах я получил. Она постоянно строит из себя человека, который много чего знает, это, я вам перевожу, что ходят плохие слухи, что 20 лет ее кто-то это самое, и что-то ей там сказал. Вот. И она это услышала, и вот после этого за ней такая слава человека, который много чего знает. Это она рассказала о том, как вывозили там миллиарды прямо через аэропорт и все такое прочее. В общем, ждем вопроса. Левый берег, прошу. Еще одну защечку пощелкал. Ну, блин, ну. Дякую. Пане президенту, у меня очень лаконичное и простое запитание. Хотя вчерашняя ваша публикация не полностью отвечает. Мы потом просто в кулуарах поговорим. О, есть! Мы про это в кулуарах поговорим. Ты господи. У меня очень простое и лаконичное запитание. Что вы робите на весне 2019 года, когда вас повторно не оберут президентом Украины? Дякую. Это осуждение, сразу же замечает пресс-секретарь Порошенко. Позиция первая. Я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая. Я уверен в его ответственном выборе. Ну, типа он меня выберет еще раз. Позиция третья. Если я принимаю решение балотироваться и если так трапится, что будет кто-либо достойнейший, я буду ему допомогать. Так, еще запр... Петя, ты такой... Как выдаст анекдот какой-то воскресный. Таня. Бачимо. 100. Але. Але. То есть он подумал. Вот посмотрел, посмотрел. Сейчас зададу второй вопрос. А это же уже останется, как бы. Нет. Надо але. Надо подправить. У нас на сегодняшний день находится дуже багато викликів. Бо великая кількість процессов започатковано. В том числе хочу наголосити. Вчора мы не закінчили процесс створения новой церкви. Вчора мы лише почали цей процесс. Идея понятна. Мы-то это начали, но еще что не закончили. И без меня. Извините. С принятем изменений до Конституции не закинчивается процесс вступа до ЕС-Сената. Мы маем его навпаки системизировать и... Ну это понятно, да? Мы без тебя не закончим. И кто бы ни пришел, без Порошенко не закончит. Интерфакс Украина, прошу. Проматываем. Это дерьмо специально задается для того, чтобы он мог убить время. Проматываем. Класс. Вы журналисты, вот журналисты. Прошу, 100. А, СК-1, Житомир, прошу. Телеканал СК-1, місто Житомир. Хотела вас запитать. Нещодавно была у вас встреча с головой Укрпошты. И после этого вы наказали не звольняти листоножку. Ой, это очень хороший вопрос. Про почтальонов там, про все это. Нет, то, что надо. И есть, но было бы то, что надо, если бы присуха длилась 8 часов. Хорошо. Давайте тогда поставим вопрос. РБК Украина можем. А здесь я должен заметить, что я никогда не ожидал, что скажу респект РБК Украина. Милан Лилевич, РБК Украина. Пане президенте, в развитии истории с военным станом, сгідно с нещодавним опитыванием социологической группы рейтинг, 60% украинцев не поддерживали запроваджение военного стану, а 63% считают, что тем самым вы, власне, хотели все же таки оттерминовать президентские выборы. А есть. Вам народ не поверил. Вам не поверили в то, что это была серьезная угроза, из-за которой надо было вводить военное положение. Народ не поверил вам. И Порошенко сразу же начинает нервничать, конечно. То же на вашу думку, чему украинский народ не поверил вам в этой истории? Я, по-перше, все. Он его качнуть вот так, пальчиком все, начинает раскачиваться. Вважаю, что у нас на сегодняшний день была разгорнута настолько активна компания, вы ее побачили в Верховной Раде, яка намагалась выкривати взагалі всю ситуацию. Все. Народ не поверил, потому что он тупой. И он поверил не мне, а вот этим вот балаболам, которые компанию целую развили, шариям всяким, которые сразу сказали, что это делается для выборов. Вместо того, чтобы послухать информацию и отримать необходимые аргументы для принятия решения, был разгорнутый окремыми политиканами шабаш, саме так я ее называю. И здесь он начинает рассказывать, как вы прокомментируете, там 300 танков. Вот 300 танков там подъехало, еще что-то. Потому что с социальными опросами, ты подожди, ты нас не путай. Мы помним, из-за чего ты вводил военное положение. Если ты запамятовал, то можем еще раз напомнить. Как вы прокомментируете, там 300 танков в одной базе 18 километров от нашего кордона, которые появились там протягом месяца с полным боекомплектом? И как мы на это можем реагировать? Социологическими опитываниями? Не-не-не, ты же вводил из-за азовской проблемы. Какие 300 танков? Петя. А как вы прокомментируете, там умовно кажучи, там 80-ти тысячный контингент, який появился подъем нашего кордона? Какие 80-ти тысячные? Ты из-за азова это делал? Может забыл? Или что? Или думаешь, что вокруг одни дураки? Как всегда, самые лучшие вопросы задают Франц Пресс. Не знаю, почему так получается. Имею в виду, что какие-то аффилированные средства массовой информации, хотя зачастую, конечно, вот BBC Украина, допустим, вы же понимаете. Франц Пресс задает отличный вопрос. Как вы будете нивелировать вот эту вот разницу между вами и вашими оппонентами? Имеется в виду, конечно же, рейтинг Порошенко, который находится на пятом, блин, шестом месте. Если так, то каким образом... Можно сразу же... Сейчас мы готовы, потому что у нас нет выборчей кампании. И уже вы считаете, что сейчас это то место, после Томаса, после всего, где я могу это оголошить. Ахаха, неужели вы думаете, что это то место, после Томаса, где я буду объявлять о том, что я иду в президенты? Конечно. Ты в таких интересных местах это заявляешь зачастую, да? Ну, не про президентство, потому что президенты пришли один раз. Но ты законы постоянно подписываешь, что в детском садике, то еще где-то, да? Каким образом вы планируете нивелировать ту разницу, которая есть между вами и лидерами перегонов, которую демонстрируют ссоциологические опитания? И раз, и второе вопрос у нас... Нет, это уже третье, давайте коллеги... Опа, все, все, стоп, стоп, потому что еще третий, сейчас вопрос наваляет, вообще какой-то ужасный. Больше количество людей встит. Раз. Ну, задай третье вопрос, задайте. Уже сразу же на «ты». Моментально на «ты», хотя он его имени не знает. Уже ты, задай, задай третий. Вы перед запроваджением военного стану заявляли про величезное накопичение российских войск на кордоне. Так. Левая часть, она осталась. И, на жаль... Все, он так и не дает возможности задать третий вопрос. Он уже вышел из себя, моментально. Вы даже не заметили? А это вот так. Введено лише меньше 10%. Тому, якби войска были відведены, я бы негайно припинив дії военного стану. Это входит до компетенции и повноважений президента. Так ты же не из-за войск вводил это военное положение. Алло! Может, вы мне объясните? Может, я что-то пропустил, упустил? Это первое вопрос. Другое вопрос. Что до негативных рейтингов, рейтингов доверия негативных и других вещей. Я хочу вам наголосить, что, на жаль, сейчас в Украине нет никакого политика, который бы не имел негативного рейтинга. Что? Нет, Петя, смотри. Есть там 15% Тимошенко, 14% еще кто-то там. Есть твои 5%. Понимаешь? Все равно у кого-то больше, у кого-то меньше. У нас на сегодняшний день, на жаль, ситуация такая, что все политики мают негативный рейтинг. И відмінність – это 1-2-3%. Ой, не брыши, не 1-2-3. Потому-то у тебя так и подгорает, потому что ты знаешь, что там уже разрыв идет уже на 10%. Несмотря на админресурс. Подивиться рейтинги Святового Банка. Подивиться оценки международных финансовых организаций. Вот если бы президента в стране избирал Мировой Банк, МВФ, еще кто-то, ты был бы там пожизненным президентом, это понятно. Но избирать-то тебе будет не МВФ, не Мировой Банк, не рейтинговые агентства, не за дуин бизнес тебя будет, а за то, что видят из окна, за то, что видят в магазинах и в своем кармане. Петя, готовься. Крым, прошу, поставьте, пожалуйста, свою заставку. Дякую. Шаново, господин президент, на сегодняшний день, не дивлячись на анексию Крыма, на окупацию, в Крыму продолжит працювать Украинская Православная Церковь, Московскую Патриархату. Ну, Крым традиционно, да, они настучали на церковь и спросили, когда будет уже крымско-татарская автономия. Я отвечу, никогда, потому что, если Петя попробует педалировать эту ситуацию, националисты ему расскажут, где раки зимуют. Он может покинуть свой пост чуть раньше. Это Крымск-татарская национальная территориальная автономия. Чи будете вы вносить вопросы, изменения в Конституции, до выборов 2019 года? Не, 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 ну не получится. Он, конечно, это расскажет, что да, мы там будем. Не, не будете. Магинцы главком, пане президенте, чи можете ви довести, что изменения в Конституции, что до НАТО и ЕС, не есть популистичным проектом? Бо он выглядит сейчас именно так. А почему я это маю доводить? Поясните мне, пожалуйста. Почитайте, одну минуту. У нас на сегодняшний день есть изменения в Конституции, которые проголосованы абсолютной большинстве фракций Верховной Рады. Странный вопрос, странный ответ, конечно же. Можете доказать, что изменения в Конституции? Что? Чи есть у нас в зале украинская правда? Что это такое? Что это такое, имеется в виду украинская правда? Не знаю, что это такое. Подзабыл, типа, чтобы унизить их или что? А украинской правды нет? Гораздо. Тогда украинформ пишу. А что такая перевага украинской правды, святая? Завжди треба давать слово украинской правде. Так кажуть. Говорят злые языки, говорят, что украинская правда немножко так опустилась, что им теперь некого даже прислать. Там остался какой-то полуумный братушак, он тут конченый, а больше никого там и нет. Грустно? Да не очень. Проматывайте. Ну все, все, заложники, Минский процесс, все, проматывайте. Тимур Филоненко, Радио НВ, Пане Президенте. Скажите, пожалуйста, почему, когда мова заходит про предвыборчий процесс, вы игноруете прозвища ваших главных оппонентов, вы не называете имя не Анатолия Гриценко, не Юрия Бойка, особенно Юлии Тимошенко. Почему так происходит? Почему вы это делаете? И, используясь нагодой, хочу запросить вас до нас на Индр. Можно же задать по-другому вопросу, к примеру, да? Почему на вашем канале так глушат Тимошенко? А это не ваш канал? Можно про канал его спросить. Можно сказать, дайте слово, что это не ваш канал, да? А если мы вам докажем обратное, что вы тогда сделали? Ну то есть, можно разное, но звучат то, что вы слышите. Интервью на Радио НВ, оскільки за вашу каденцию суторадийных интервью у вас не было. Дякую. Дякую за запрошение. Дуже дякую за запрошение. Я не использую имя моих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я над оппонентами. Я первый. Азмь есть. Дякую Рокуслану Бычаю, ЮАО «Перше» за спільное мовлення. Я хочу подякувати ЮАО «Перше» за то, что вчера нарешті вы транслювали собор. Я думаю, что это мужний громадянский вчинок. Спасибо вам. Другой рік поспіль парламент голосует за недофинансирование Суспольного. Друг другу подякували. ЮАО «Перше» попросил денег на финансирование. ЮАО «Перше» – класс. Ну отлично. Вот так вот. А что не финансируют уже этот черт, который у вас там? Он еще типа с церковниками постоянно влезет. Как же его зовут? Блин, вспомню, обязательно скажу. Может, спольно сделаем разом с НЛИ интервью, но говорить про отсутствие интервью радийники. Извиняюсь. Добрый вечер. Громадская радио журналістка Аліна Белобра. Моя вопрос, пане президенту, относится такого, как вы ставитеся до поновления на посаде пана Насирова и какой может быть реформа с старыми кадрами в государственной фискальной службе? Как отношусь? Никак не отношусь. Ну, в принципе, он так и сказал, что никак не отношусь. Тут турецкая. Стоит турецкая СМИ. И турецкая СМИ начинает с того, что мы, турки, очень поддерживаем ваши там православные движения. То же самое, что я не знаю. Добрый день, господин президент. Это турецкий журналист. У меня несколько вопросов. Первый вопрос касается вчерашнего собора. И это было очень важное событие не только в истории Украины, но и тоже в истории православия. И вы тоже несколько раз подчеркивали, что это не только религиозный вопрос, но этот вопрос еще касается международной политики. Ну и, конечно, важнейший вопрос он задает. Центр Вселенского Патриарха на территории Турции. А вот вы там, ну короче, вы понимаете. Вопрос слит. Все, время убито. В связи с этим я хотел бы спросить. Центр Вселенского Патриарха находится на территории Турции. А турецкие власти, когда вы были в Турции, они помогали каким-то образом? Они содействовали? Это первый вопрос. Девочка, у которой была возможность задать ему интересный вопрос. Доброго дня, пане президенте. Главное, свой частный податый голос. Витаю вас. У меня коротенькое питание. Все же таки, нужно уже подводить подсумки вашего президентства. И питание... Чого це? Чого це? Все, моментально. То есть он моментально реагирует на такого рода вещи. Когда ему говоришь, ну понятно, что вы не пройдете. Причем говоришь вот так, он все, начинает его бесить, начинает. Потому что скоро президентские выборы. Хотя, может быть, вы больше знаете. Первую каденцию. Давайте вот тут. Доброе. Свят, это ты сказал. Прошу. Все друг друга подправили. Первая каденция. Все. Не забываем, что вторая, конечно, тоже будет. Ну, во сне, к примеру. У Цеголка будет. У Порошенко. Питание в том, скажите, будь ласка, за что вам соромно за все эти роки вашего президента? Я наведу три приклада. И вот здесь вот на этих... Ей надо было продавить. То есть она правильно начала задавать, по моему мнению. Но ей надо было привести три примера, которые не дали бы ему возможности съехать на свои примеры. Потому что мы отлично знаем, что он приведет в пример. И он так это и привел, в пример, забегая наперед. Но они ей, конечно же, не дали возможности. Надо было давить, девочка. Вы можете, звісно, назвать... Можно, что давайте в вашем прикладе. Весь подказок. Чтоб я сам сказал. Ну, я просто... На мою думку... Это ж не тесты. ...может быть соромно. Ну, хотя бы один, добре? Ну, это ж не тесты. Якщо вам цікаво почути мою думку, я відповім. Все, они не дали ей, конечно. А он, потупив глазки, конечно же, скажет то, что ему сказали говорить его технологи. Сайт сегодня сливает свой вопрос. Поддержка Украины в Европе... Максим, я також висловлю солидарность. Те, что я сказал, Таня, полностью относится к вам. И, о, Боже, наконец-то вспоминают про Павла Шеремета. Потому что вот я смотрел на их футболки, там, кто замовил Катю Гандзюк, подумал, а что Шеремета уже забыли? Я понимаю, хочу еще небольшую реплику. Вы на початку вашего выступа сказали, что для нас немае ничего неможливого. Когда говорили про отримание Томаса, хочу нагадать, что мы досяка не знаем, кто вбив нашего коллегу Павла Шеремета. И Порошенко сразу прерывает, уже второй вопрос, он прерывает, должен ответить. Можно я ответить на это, вы забудьте, задасте. Еще раз скажу, я сказал, что для нас немае ничего неможливого в питаниях развития Украины и реформ. Вот, в развитии страны и реформы для нас нет ничего невозможного. А вот в расследовании убийства, когда есть куча видео и фотографий даже убийц, то тут у нас, конечно, не так все однозначно. Дайте мне прозвище следчего или группы, я вернусь к генеральному прокурору, я вернусь к шефу национальной полиции, мы точно включим его в следчую группу. Да, мы помним, как ты это говорила. Дайте мне следователя или французскую полицию, она придет, за меня все расследует. Дайте любого следчего из любого края мира. Я сделаю все, чтобы вести его до склада следчей группы. Конечно же, Порошенко не должен этого расследовать, да? Но, скажем честно, когда им надо что-то расследовать, они расследуют. Они прекрасно знают, кто убил Шеремета. Отлично знают. Останнее вопрос, прошу. Власное, запитание. А за эти четыре с половиной года в Краине произошли действительно суттєвые изменения. И до многих этих изменений вы особисто безпосередньо причетны. Каким надо быть вообще странным человеком? Вот последний вопрос на пресс-конференции. Встает для того, чтобы опять восхвалить Порошенко. Например, хотя бы той самой безвиз, украинская армия зупинила просувание российских войск на Донбассе. Разом с украинской дипломатией. Конечно. Разом с... Ну и, срештою... Лише запитание. Опять-таки, так позорно, когда даже пресс-секретарь Порошенко прерывает твой поток словословий. Ну, а теперь, собственно, все. Пресс-конференция окончена. Классная была? Мне очень понравилась. Отлично. Не то, что там, где-то. А посмотри, какая классная пресс-конференция. Позор из позоров. Более позорная пресс-конференция я в жизни своей не видел. Вот в жизни не видел. От президента пресс-конференция. Ну, а теперь метафизические вещи. Смотрите, что произошло, когда Порошенко заезжал. Так, чисто ради интереса. Ну, и это. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Как видишь, мы любим все разобрать на запчасти. Пока, друг мой. Алексеевич заехал вверх в мастерский арсенал. А вверху дальше под мастерским арсеналом окружает огромная стая ворон. Ну, я не знаю, что это означает. Друзья, думайте сами. Ух, как они взлетели. Тут какой рой. Да вы что? Друзья, ну такое, блин... Это просто трешище, друзья. Все небо черное. Я такой... Вы знаете, это заставляет задуматься все-таки о каких-то сильных духовных вещах. И каких-то там... Которые притягивают одни-другие энергии. Оно наверняка все-таки существует. Знаете, пока не посмотришь это своими глазами, в это страшно. Ну, мне не верится. Представляете, на данный момент здесь в арсенале в мастерском президент выступает перед журналистом. А, да, я знаю. Это просто треш. Я не знаю. Небо черное. Какой кашал зашел. Капец. И скажи после этого, что не существует ничего-то духовного или чего-то такого. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...